Перекрытая в Одесской области трасса митинги у Кабмина в столице и возле Николаевской обл. администрации. Пенсионеры-силовики сегодня провели масштабные акции протеста. Они требуют справедливого пересчета пенсии. В противном случае обещают блокировать дороги по всей стране. Все подробности в материале. Кабмин. Десятки действующих сотрудников МВД по периметру, сотни бывших внутри. Это пенсионеры-силовики. В очередной раз пришли к зданию правительства за справедливостью. Здесь собрались пенсионеры силовых структур 14 ведомств всей Украины. Те, которые находились в погонах. 29 декабря 2015 года было принято постановление Кабмитета Министров в 988-е, которое дало правы и основания для перерасчета пенсии пенсионеров МВД милиции. Мы уже боремся. 1 января 2018 года уже будет 2 года. Мы не можем допустить, чтобы полицейский получил 10 тысяч гривен, а простой рядовый пенсионер, ветеран Министерства внутренних справ выживал на полторы тысячи пенсии. Мы не должны в такой способ объединять страну. Пенсионеры МВД требуют, чтобы им платили новые пенсии уже с 1 января следующего года. В противном случае обещают перекрывать дороги по всей стране. А это уже Одесская область. Пенсионеры МВД и другие бывшие силовики собрались под татарбунарами. В течение часа блокировали движение на трассе Одесса-Рени. На акцию пришел и Николай Чекир. Экс-милиционеру ампутировали ногу после ранения, которое он получил во время задержания опасного преступника. Во-первых, хотя бы повысили пенсию до состояния 2013 года, какая она была. Ветераны МВД говорят, все справки по перерасчету отправили в пенсионный фонд еще весной. С тех пор тишина. 70% пенсионеров МВД получают 1300-1600 гривен. Как сейчас можно прожить? Если тонна угля у нас сейчас 6-800. Теперь пенсионеры-силовики надеются, что их требования будут учтены при формировании госбюджета на следующий год. В противном случае обещают более масштабные протесты. Будем перекрывать дорогу в каждом районе. Трасса будет перекрыта аж до Одессы. Поддержали акцию пенсионеры МВД и в Николаеве. Хотим увидеть нормальное отношение к тем ветеранам, к тем участникам боевых действий, к тем военнослужащим, которые действительно положили на алтарь отечества свое здоровье. Ответа от николаевской власти митингующие не дождались. Но собрали подписи под обращением, которые направят и в парламент, и в Кабмен. Руслан Смещук, Вадим Сверидонов, Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, Сергей Игнатенко и Игорь Попов. Подробности телеканал Интер.